Всем привет! Я надеюсь еще побольше присоединиться. Дальний Восток у нас спит. Всем привет, всем хорошего вам понедельнического вечера, кто еще не спит. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Таня Разнощикова, я партнер новой продуктовой компании Эво Продакт. Я являюсь первым контрактом у директора продуктовой линейки Александра Филимонова. Так, звезды сошлись, точнее не сошлись, я очень много для этого сделала. И, друзья, я хотела сегодня вам сделать презентацию. Ну, как понять, вы меня не слышите, как нет звука? Вы слышите меня? Отлично, Тань. Ну, ребят, у кого нет звука, пожалуйста, все, все меня слышно, не будем отвлекаться. Все. Значит, смотрите, но я не готовилась, нет, точнее я готовилась. Мы вчера с Володей Красниковым и с моим мужем потренировались демонстрацию экрана в 12 ночи. Но сегодня я решила не совсем презентацию нашей компании провести, а решила провести вам маленький обзор, что же такое сетевой бизнес, вообще сетевой маркетинг, MLM. Потому что за вот буквально эту неделю прошлую, прошедшую, да, я столкнулась с тем, что очень многие партнеры, которые уже в нашей команде, совершенно не понимают, даже которые пришли два месяца назад, месяц назад, совершенно не понимают вообще, что же такое сетевой бизнес. Несмотря на то, что они были на наших презентациях, на моих, на Витинах, на Сашинах, на презентациях других партнеров. Вот, и поэтому я решила сегодня немножечко совместить все в кучку, снести и сделать, ну, такой маленький обзор, вообще, что же такое сетевой бизнес. И очень немножечко расскажу про себя, как я все это поняла, в общем-то, быстро и почему у меня есть результат. Еще раз, меня зовут Таня Разнощикова, я врач-офтальмолог, 23 года стажа в офтальмохирургии, лазерной офтальмохирургии. Я была в свое время и заведующей отделением офтальмологии, я вошла в топ-10 врачей района Зюзина, города Москвы, я очень горжусь этим, у меня очень много достижений во врачебной деятельности. Я обожала свою профессию, до сих пор горжусь тем, что я врач, но я ушла из найма именно благодаря стивовому бизнесу. Почему я ушла из найма? Потому что, да, я любила свою профессию, до сих пор люблю, гордилась, но это не приносило мне нужного мне дохода. Я не могла реализовать свои цели, мечты, они у меня очень высокие, и я задумалась о том, что мне надо что-то менять. И я не буду рассказывать свой путь и как это все происходило, я также еще являюсь клиническим психологом, у меня два высших образования. Клинический психолог – это не совсем психология, которая школьная, это пограничная психология, люди выявляются там. Но это и не суть, да, это тоже была моя попытка изменить мою жизнь. И так я в сетевом бизнесе. В сетевом бизнесе я очень быстро разобралась и поняла, что сетевой бизнес – это громадная индустрия. И, друзья, это очень молодая индустрия, и слава богу, она очень молодая, она только развивается. Ей всего чуть больше ста лет. Пришла она к нам из Америки, придумала ее, забыла я назвать, как его зовут, не буду подглядывать. Можно прочитать, загуглить. И в России она появилась, наша сетевая индустрия в 1939 году, так уже примерно 1939, потом 1945, по-моему, там какой-то закон даже уже издали. Так вот, и, к сожалению, молодая индустрия, очень молодая, и в связи с этим очень мало подготовленных профессиональных кадров, именно сетевых предпринимателей. Потому что многие называют себя «я сетевой предприниматель», при этом они занимаются исключительно продажами, я имею в виду продукции. Да, посмотрите, вот, допустим, у некоторых на страничках, я это называю продуктовой помойкой, да, валят туда свои продукты и надеются на то, что, ну, я не знаю, покупают о них, наверное, не знаю. Вот, и я столкнулась с тем, что, ну, наверное, надо небольшой экскурс ввести, да. И здесь как раз я на своем опыте скажу, именно сетевой бизнес в корне поменял мое мышление. Просто переворот случился именно в сетевом бизнесе, именно в MLM, когда я пришла в первую свою сетевую компанию. Я, да, действительно, я сделала сразу быстрые результаты, естественно, я шла сразу на партнерскую программу, я строила команду, я не занималась продажами. Ну, я имею в виду, вот, реально, да, как вот говорят некоторые, там, закупаться, что-то кому-то, что-то продавать, перепродавать. Нет, я этим не занималась. Я научилась строить команду, я научилась вести за собой команду, а все это не сразу было. Вот, и про мышление. И в свое время я, кто читал книжки Роберта Киосаки, да, это инвестор, очень богатый человек, он написал очень много книжек. И одна из самых таких, которая очень легко читается, которую я вам рекомендую прочитать, если вы не прочитали «Богатый папа, бедный папа». Также есть у него «Квадрант денежного потока», тоже я все это прочитала, но начинать вот именно с этого. И в свое время давным-давно я прочитала эту книжку, и она мне совершенно не зашла. Вот не зашла от слова совсем. Я тогда работала врачом, наемным работником, все-все, там, знаете, все-все хорошо, да, на Крайнем Севере жила, зарплату получала, отпуск я взяла. Вот, но, так вот, и Роберту Киосаки задали один раз вопрос. Он пишет про то, что вот есть мышление наемного работника, а есть мышление предпринимателя. И ему задали вопрос, как же поменять, вот, ну, человек не рождается с мышлением. Ну, есть люди, которые рождаются прям бизнесменами, ну, есть такие, да, я не такая. Либо есть люди, которые родились, как Вита говорит, с золотой ложкой в попе. Это ее фраза. Но я не родилась такая, я не родилась с мышлением предпринимателя. И вот Роберт Киосаки ответил, как же поменять мышление именно наемного работника или, ну, обычного человека, который ходит на работу, больше не знает, как жить. И он не может мыслить, как предприниматель. И ему он ответил, только в сетевом маркетинге, да, надо начать с сетевого бизнеса. Как это ни странно, да, для многих звучит, именно с сетевого бизнеса. И вы знаете, да, что очень многие успешные люди начинали именно с сетевого бизнеса. Дональд Трамп, очень люблю его цитаты. Вот, и так вот, к чему я это хочу сказать? Именно здесь мое мышление поменялось кардинально. Благодаря сетевому бизнесу я стала членом клуба «Миллионеры». Это раз. Потому что я поняла, что мне знаний недостаточно. Благодаря сетевому бизнесу я научилась инвестировать, я научилась быть финансово грамотной и так далее. Я стала членом клуба «Успешный инвестор». Это мои регалии. Но самое главное, что в данный момент я горжусь тем, что я называю себя профессиональным сетевым предпринимателем. Да, я продолжаю учиться. Сейчас у меня еще очередной курс. То есть я продолжаю инвестировать в свои знания, потому что, ну, это бесконечно. И разобравшись, я поняла, что придя в первую сетевую компанию, я поняла, что здесь деньги есть, деньги надо забирать. Я не сразу знала, как это делать. Делала на энергии, на такое движение. Параллельно училась. Научилась строить команду. Я работала и стандартно по списку звонков. И не буду я на этом останавливаться, да, наверное, хотя я считаю до сих пор этот список, список звонок классикой жанра. Любому новичку я рекомендую начинать именно с этого. Потому что, да, и вот что касается, вот почему я хочу затронуть эту тему. Цели у нас у всех разные, абсолютно разные. У меня цели с большим количеством нулей. Они не сразу нулей эти появились. Сначала у меня было поменьше нулей. Они у меня увеличиваются по мере моего продвижения. Вот, цели разные. Но я очень хочу донести до тех, у кого еще до сих пор вот не провалился этот жетон, что прежде всего, вы смотрите, мы ходим на работу. Допустим, в найм, да, я уважаю любой труд. Но как бы мы не любили свою работу, просто так мы ходить на нее, ну, наверное, мы не будем просто так ходить, да. Мы ходим туда получать зарплату. Со зарплатой, да. Маленькая это зарплата, немаленькая. Так, у меня все камеры отключили. Буду смотреть тогда на тех, кто на меня смотрит. Маленькая зарплата, немаленькая, да, но мы ходим на эту работу, чтобы получать зарплату в том числе. Ну, согласитесь, вот, ну, не знаю, а в противном случае это, наверное, хобби, да, если это вы не получаете зарплату за это. То же самое и в бизнес, да. Ведь почему не просто так? Сетевой называется бизнесом. Здесь можно реализоваться во многих направлениях однозначно. Но в любом случае за все это мы должны получать вознаграждение в зависимости от своих целей. Цели, опять же, повторюсь, всех разные. И смотря какие цели, кто-то хочет закрыть кредит, кто-то хочет одеть ребенка, кто-то хочет путешествовать, да. Ну, вот какие у вас цели? Вы можете микрофончик подключить, мы как бы интерактив такой сделаем, да. Вот, и я не говорю там, допустим, сразу, что там личный самолет. Нет, ну, сейчас мне пока не надо личный самолет, возможно, захочу в скором будущем. Кто же меня знает, да. Вот, и в любом случае мы приходим сюда для того, чтобы реализовать свои мечты. Ведь жизнь у нас одна, согласитесь, одна. И каждый день, вот сейчас мы с вами разговариваем, и уже вот этих пройденных, которые были минуты, их уже не вернешь. И завтра будет день, а дни бегут. И кажется, что, боже мой, у меня все впереди. Я раньше так думала, да. Вот выйду на пенсию и начну жить. И слава богу, что я поняла, что этого не случится, что надо начинать жить сейчас. Надо брать от жизни здесь и сейчас все. Все возможное. Сразу, конечно, ничего не бывает. Так вот, разобравшись в сетевом бизнесе, поняв, что здесь есть деньги, что их надо брать, надо их активно забирать, как забирать, надо учиться, я поняла еще другую вещь. Вот сейчас я перейду именно к нашей компании. Почему я здесь и почему вы все здесь, надеюсь, очень хочу, чтобы вы все здесь остались и зарабатывали хорошие деньги и реализовались как предприниматели, как успешные люди. Да, кстати, у некоторых из нас призвание. Я не скрываю, да, для меня важно признание, для меня сцена, да, мол, с Ириной мы пойдем на сцену и пойдем, да. Вот, нет, я не знаю, просто мы с Ириной общались, поэтому я знаю, что она хочет тоже на сцену, и я хочу. Я вообще-то тоже хочу. Все, идем на сцену. Представляете, а какой испытаю я кайф, когда вы, мои партнеры, будете на этой сцене стоять. Это же круто. Вот, поэтому у всех разные цели. И, так вот, разобравшись, первая своя сетевая компания, ну, многие из вас знают, да, я на третий месяц вышла на доход 96 тысяч рублей. Ну, согласитесь, да, это неплохой доход с нуля придя, и я этим горжусь, очень сильно горжусь. Я вышла на квалификацию лидера, про лидера я потом вообще отдельно расскажу, и пост будет отдельный. Какой там была я нафиг лидер? Я строила эту команду и не умела вести за собой людей. То есть рекрутинг бешеный, это все другое, это другая тема. Но я рассказывала уже эту историю, да, когда выше-вышестоящие партнеры, они получали, зарабатывали миллионы, миллионы. Ну, и я тогда же задумалась, думаю, что они такое делают, чего я не умею делать. А делали они все то же самое, просто. Ребят, закон 1.9.90. От своих будущих партнеров, особенно от коллег из других сетевых компаний, вы, наверное, уже слышали, я слышала однозначно, что этот закон не работает. Это все ерунда, этот закон не работает, потому что неважно, когда ты пришел в компанию, ты можешь там состояться и стать миллионером. Хорошо, друзья, возможно, возможно, но покажите мне такого человека, например, в Арифлейм, который пришел год назад и стал миллионером. Ничего против Арифлейма не имею. Вот. Закон этот не я придумала, да, и он гласит. Кто его еще не знает, да, согласен. Кстати, он работает вообще везде, да, на любое. Вот, допустим, открывается новая какая-то компания, крутая компания, да, там какая-нибудь корпорация, да. Ну, согласитесь, те люди, которые пришли на старте, когда они еще не знали об этой компании, когда еще не было какой-то информации, но они поверили, да, они на таком энтузиазме пришли в эту корпорацию, да, они все равно станут наверху. И то же самое здесь, в сетевом бизнесе. Да, в сетевом бизнесе можно и нужно зарабатывать, неважно, в какую компанию вы пришли, но в зависимости от ваших целей. И здесь я считаю, почему я здесь, да, в этой компании, потому что в тот момент, когда я поняла, что что же вот такое делают такие ребятки, которые на сцене выступали, которые зарабатывали миллион, два, три, там и четыре было миллиона, ну, что же они такое делают, чего не делаю я. И я поняла, да, что они пришли просто на старте. Причем они не обязательно приходили с командами, это неправда, я потом общалась с этими людьми, они просто пришли на старте. И здесь обычная математика, вот тут ничего такого нового я вам не скажу. Смотрите, вот мы выходим сейчас на старт, наша компания, Вопродакт, замечательная компания, которая полтора года создавалась, она не просто так на ровном месте создавалась, сама идея возникла полтора года назад. Так вот, мы выходим на рынок, про нас еще очень мало знают, да, рынок еще не наполнен, не насыщен, мы самые первые, да, про нас будут узнавать завтра, послезавтра, в любом случае. Люди будут начнут продукцией пользоваться, будут получать от нее здоровье, да, оздоравливаться, получать красоту, молодость, продление жизни. Соответственно, эти люди будут тоже приходить, они будут приходить, это неизбежно. Вот, и как ни крути, ребят, все, кто здесь сейчас находится с нами, мы первые. Мало того, у нас еще, знаете, какая вот фишка, да, еще дополнительный плюс, бонус. Мы не только на старте, а мы на предстарте. Почему компания на предстарте приняла такое решение набирать партнеров? Да для того, чтобы мы изучили маркетинг, посмотрели сайт, познакомились с продукцией, познакомились с вышестоящим эшелоном, да, познакомились вообще, что такое сетевой бизнес для многих, это вообще в новинку. Мы уже, чтобы у нас провалился вот этот вот жетон понимания того, что это большая индустрия, куда надо идти, где каждый человек может добиться того, чего он хочет добиться в этой жизни. Для кого-то важны деньги, да. Вот некоторые говорят, что деньги – это не главное, а здоровье важнее. Я здесь позволю не согласиться, категорически не соглашусь, потому что деньги, да, деньги – это всего лишь средства, но средства обмена на возможность, на хорошее медицинское обслуживание, на красивую улыбку, на путешествия, на возможность помогать родителям, на благотворительность, помощь животным, помощь, ну для меня это очень актуальная тема, помощь престарелым людям, ну все, что хотите, да, возможность, средства обмена на хорошее питание, на хорошую одежду, да, я не говорю там, допустим, даже об рынковой сейчас одежде, на хорошую машину, а почему бы и нет, почему бы и не да, вот, как ни крути, это средство обмена, поэтому деньги – это хорошо, деньги – это хорошо. Если ими грамотно пользоваться, я уважаю и люблю деньги, вот, но больше всего на свете я люблю людей, я люблю общаться с людьми, так повезло, да, я всю жизнь проработала с людьми, я умею находить с ними общий язык, и я очень люблю, и мне очень нравится, когда люди, которые окружают меня, становятся, ну, чуть лучше, что ли, не в том плане, что они плохие, а жизнь их лучше становится, у родителей их жизнь становится лучше, да, когда они становятся радостными, когда они не жалуются, вот, и именно в сетевой бизнес приходят такие люди, которые радуются, которые оптимисты, которые улыбаются, которые не жалуются на жизнь на правительство, которые не обсуждают людей, вы знаете, это немая фраза, не помню, кто ее сказал, да, умные люди обсуждают людей, ой, глупые люди обсуждают людей, умные люди обсуждают возможности, а успешные люди обсуждают идеи, и все вы, наверное, сталкивались с людьми, которые вам советуют, как вам жить. Я регулярно это делаю. Последнее время уже не делаю, потому что из моей жизни ушли такие люди, а мне стало просто неинтересно. Это не значит, что я их вычеркнула и занесла в черный список. Нет. Они, эти люди есть, но просто мне с ними стало неинтересно. Ну, вот так вот сложилось, потому что неинтересны люди, которые двигаются, которые сделали больше результат, чем я. Вот, поэтому. Итак, друзья, я постараюсь в оставшееся время уложиться, про нашу компанию. На рынок выходит, мы очень долго ждали. Остались считанные дни, ребят. Правда, считанные дни. Просто, вы понимаете, мы на старте. Да, остались считанные дни. Все. Вот говорю вам и мурашки. Знаете, вот как вот, потому что мы действительно очень долго ждали. И тот, кто ждет долго, тому воздастся. Поверьте. Мы очень долго ждали и мы дождались. На рынок выходит новая продуктовая компания Эвопродакт. И вы все уже зарегистрировались, вы посмотрели сайт. Я могу вам продемонстрировать картинки. В принципе, у меня все это подключено. Но, если успею, в принципе, вчера Вита хорошо там продемонстрировала, да, и вы на сайте зарегистрировались, посмотрели, да. И очень хорошая у нас аббревиатура изи-вэй, да, легкий путь. Как говорит Вита, легкий путь каждый сам выберет, да. Я говорю, что наша компания называется Эвопродакт или изи-вэй. Легкий путь к успеху, к здоровью и к деньгам. Здоровье, сами понимаете. Мы выходим с крутым продуктом биохакинг. Биохакинг – это новое направление внутрициологии, которое только-только родилось в 89-м году на базе молекулярной биологии. Над нашим продуктом трудился не один Саша Филимонов, Александр Филимонов, хвала ему и честь, это человек, который знает о наших продуктах все и даже больше, но это институт питания, это люди из доказательной медицины. И если вам кто-то будет говорить, что у нас там какие-то продукты там не те, да, это люди доказательной медицины. Поэтому кто я такая, чтобы обсуждать эти продукты? Но такие люди будут, и поэтому не надо этого бояться. У нас есть вся информация, у нас есть все сертификаты, полностью все сертификаты. И ICO, это и СГО, сертификат государственного образца, кстати, в России и в странах СНГ это самый главный сертификат. У нас есть сертификат GMP, это международный образца, компания пошла и на это, потому что все равно планируем выйти на международный рынок. Но самое главное, что опять не буду останавливаться долго на нашем заводе, да, вы посмотрите, кто у кого нет этой презентации, она у нас в чате миллионеры, у ваших наставников есть. Про наш завод, да, у нас арендованный завод, но почему компания рассмотрела именно этот завод? Да потому что всего два завода в России имеют собственную биохимическую лабораторию и собственную лабораторию по выращиванию микроэтих полезных бактерий, и в том числе вы знаете, что в наш флагманский продукт брейншторм входит ежевик грибенчатый, да, экстракт мицелия, экстракт мицелия ежевика грибенчатого, это природный наотроп без побочных эффектов. Так вот, именно на этом заводе, то есть завод до этого грибок наш не выращивал, он будет его выращивать именно для нас. И единственная наша компания получила патент, патент на наши продукты, и наша продукция, она разрешена к реализации в аптечной сети. Разумеется, как система MLM, мы не будем этим заниматься, в розницу там поступать продукт, и, ребят, и обязательно сделаем с вами Zoom, давайте строить бизнес экологично. Не надо устраивать склады дома, перекупки, закупы, это экологичный бизнес. Давайте мы сами себя уважать, ведь, согласитесь, почему инфополе такое вот про сетевой бизнес, сами дистрибьюторы портят его, сами партнеры которые носятся вот с этими купи-продай, там еще кому-то там втюхать, даже слышу я, к сожалению, это вот надо там это втюхать, это втюхать, но, ребят, ну, не надо ничего втюхать, мы работаем, ведь у нас бизнес на партнерских программах, у нас бизнес, мы от человека к человеку узнал о добре, поделись этим добром, узнал о хорошем, поделись просто, мы не делаем рекламу, как любая сетевая компания. Почему эта компания будет долго жить? Потому что вы узнаете попозже немножечко президента нашей компании, это, в общем, сама идея, я вам сказала, не просто так, да, успешные люди обсуждают идеи, да, сама идея, она возникла полтора года назад, когда люди, которые бизнесмены, инвесторы, они познакомились с Александром Филимоновым, и они поняли, что это человек, который может создать вот такой продукт. Ну, и дальше все закрутилось. Вложены деньги, миллиарды вложены деньги и продолжают вкладываться в создание нашей продукции. Спасибо большое людям, которые заинтересовались. Инвесторы не являются сетевиками, мы, возможно, о них не узнаем, но да и ладно, нам не суть важна. Так вот, на нашем заводе выращиваться будет, 50% будет заводиться из Китая, где в природных условиях произрастает ежевик, причем как раз он там произрастает, я прочитала, я читала, вы можете тоже прочитать, не все составные, скажем так, тело гриба, оно содержит больше белка, а вот именно мицелий, экстракт мицелия, он содержит именно вот этот одноатропный азероцин, ну, не надо это запоминать, мне проще это говорить. Так вот, мы выходим с тремя, тремя, ребят, продуктами на рынок, да, говорилось с четырьмя, но это не от нас зависит, завод, завод, потому что компания приняла решение, что будет выпущено в три раза больше продукции, чтобы не было дефицита. Мы выходим с флагминским продуктом нашим, это брейншторм, да, все вы уже наслышаны о нем, все его ждем, я его жду безумно, родители у меня ждут, у меня мама в этот раз спросила, я приехала, она говорит, а где? Я говорю, подожди, я еще не привезу, говорю, в ближайшее время, то есть у меня мама, ну, она не вдаётся там, чем я занимаюсь, она говорит, а где? Я почему не привезла? Так вот, значит, есть презентация, есть обучение, в ближайшее время проведу для вас обучение простыми словами по всем продуктам, я обещала, я сделаю, вот, выходит, значит, брейншторм, это натруп, это восстановление нейронных связей, да, в головном мозге путем создания, образования новых нейронов из стволовых клеток, которые нашли в головном мозге. Не буду останавливаться на продукте, следующий, это иммунопамп, ну, это иммунитет, сами понимаете, да, насколько важно нам не болеть, сейчас начинается сезон заболеваний, непростудных заболеваний, и ведь любая, даже взять нутрициологию или биохакин, она направлена не на излечение от уже начавшегося заболевания, а на профилактику прежде всего, потому что наш организм, он, мы рождаемся полностью, полностью упакованными для того, чтобы мы всю жизнь функционировали правильно, да, то есть у нас должно там кровь перекачиваться, мозг работать и так далее. Почему мы заболеваем? Да потому что стрессы, плохое питание, недостаточный сон, что у нас еще, да, ну, недостаточное питание, отсутствие физической нагрузки и так далее, ожирение и все сопутствующие факторы, они влияют на то, что мы начинаем стареть неизбежно, так вот, чтобы продлить нашу молодость, для того, микрофончики отключайте, для того, чтобы продлить молодость, ведь можно стареть качественно, да, можно оставаться в здравом уме памяти, так вот, и не болеть, но если вы даже заболели, я проведу по иммунопампу, вам расскажу, каким образом он действует, даже если вы заболели, у вас, вы гораздо быстрее выздоровеете, и вы легче перенесете заболевание. Третий продукт, с которым мы выходим, бодибокс, ну, это тоже отдельная история, да, да, ни один наш продукт не содержит сахара, ни один продукт не содержит мальтодекстрина, мальтодекстрина, это равно крахмал, значит, смотрите, у меня конференция сейчас заканчивается, и поэтому мы не будем перезаходить, я вам просто хотела сегодня донести вот такую вот информацию, и Эватон, или природный энергетик, мягкий энергетик, который будет способствовать повышению нашего тонуса, да, потому что, чтобы мы были в активном состоянии, чтобы нам хотелось двигаться, нам хотелось развиваться и так далее, да, а всего разработано в течение, каждый месяц будет добавляться 12, то есть всего в ближайшее время выйдет 12 линейок на рынок, о них мы будем узнавать каждый при выходе каждого продукта, будет каждый, по каждому продукту Саша Филимонов нам будет проводить обучение. Вот, всего разработано 30 линейок, дальше разрабатывается детская формула, но это я вам повторяю сейчас немножечко, вот, и друзья, в заключение я вам хочу сказать, вот для меня эта компания, это, я не знаю, это подарок, кстати, это знаете, у кого содрала, у Ирины Сарсадской, да, это мой ключевой партнер, Ир, прости, но я тоже считаю это подарком, потому что в свое время я думала, как же вот эти люди узнают про новую компанию, ведь обычно как, вот мне ведают спорту, прилетают всякие предложения, до сих пор, да, и мне как пишут, мы на рынке там 5 лет, у нас там уже зарабатывают, у нас автобонусы получают, так это они уже получают, а я понимаю, что в этой компании уже мой поезд ушел, мне там нечего делать, они получают, они, да, потому что они как-то узнали об этой компании, так вот, вот представьте себе, какое, ну, необыкновенное чудо, или я не знаю, на нас всех свалилось, подарок этот, да, что мы узнали об этой компании, даже не на старте, а на предстарте, и мы еще до того, как мы начали уже работать, мы уже имеем понимание о маркетинге, о продуктах, да, кто еще не понимает, догонит, мы уже, мы здесь, все, мы здесь, мы уже, мы понимаем, что мы входим вот в эту вот новую эпоху, и еще есть такой, знаете, закон, закон 1.9.90, я вам рассказала, да, первый процент, это люди, которые становятся миллионерами, да, в сетевом бизнесе, если они, работают, 9 процентов, тоже хорошо зарабатывают, но это люди, которые пришли на второй, третий год существования компании, 90 процентов, это когда уже рынок насыщен, наполнен, да, про компанию уже знают, и это уже в основном начинаются потребители, продажи, и так далее, да, возможно, наша компания тоже будет там потом это все позиционировать, не буду сейчас останавливаться на маркетинге, нам его очень хорошо в ближайшее время расскажет, Ирина Сарсадская, все, все расскажет по полочкам, вот, и еще такой закон есть, вот знаете, ребят, все вы знаете, да, все время там доллар был, да, ну, не знаю я, кто занимается криптовалютой, я занимаюсь просто криптовалютой, есть такое понятие, да, когда там, допустим, криптовалюта выросла, ага, и она уже все, про нее знают, там, биткоин, а надо брать, надо брать, да, там в свое время его никто не брал, биток, вот, потому что в него никто не верил, да, сейчас он бешеных денег стоит, и, а где я была, да, в 2008 году, нигде я не была, я ничего не знала про это, то же самое здесь, обычно, вот, знаете, есть такой закон, если вы узнаете о каком-то проекте, о котором уже говорят, трещат везде, в инстаграм, там, в соцсетях, везде, да, которые на слуху, ребят, туда не надо идти уже, о нем уже все знают, надо идти туда, где неизвестно, где страшно, с другой стороны, если вам страшно сейчас, я говорю к тем, кому до сих пор страшно, задайте себе вопрос, о чем вы боитесь, вот просто, что вы боитесь, что вы теряете, я ничего не теряю, да, для меня создали, вот эту вот, просто, корпорацию, да, махину, за меня логистика, заводы, пароходы, продукт, сырье, упаковки, маркетинг, сайт, а это же все люди, да, склады, там люди работают, наемные работники, кстати, ребят, тут мне прилетело, это, ну, не важно откуда, да, вот, в нашей компании, тоже в нашей команде, люди думают, что я, мне компания сейчас платит, за то, что я вам провожу Zoom, нет, ребят, я бесплатно здесь, мы не зарабатываем, вот, так просто, понимаете, вот насколько люди пока еще не провалятся жетон, поэтому, друзья, пожалуйста, сделайте у себя вот этот подарок, возьмите раз и навсегда, разберитесь в этом бизнесе, возможно, вы не останетесь здесь, но, то, что он изменит, сетевой бизнес и компания наша, она изменит вашу жизнь, потому что обучение начнется, не только как там строить команду, будет финансовая грамотность, финансовое мышление, мышление успешного человека, вот все, что хотите, потому что за границей сетевой предприниматель, он является очень, скажем так, уважаемым человеком, потому что это психолог, это коуч, это бизнесмен, это предприниматель, это человек, который умеет работать с людьми, который умеет помогать людям, и прежде всего сетевой предприниматель занимается благотворительностью, кстати, наша компания тоже будет заниматься благотворительностью на, ну просто, ребят, надо выйти сначала, да, то есть на очень широком уровне, то есть это все будет, оно все готовится, поэтому, друзья, давайте так, мы сегодня закончим с вами, я не буду больше перезаходить, если у вас какие-то есть вопросы, я вам хотела вот это донести, презентацию я вам сделаю, вот, запись я оставлю и сохраню ее, пожалуйста, вы можете ее там распространять своим партнерам, это не какая-то тайна за семью печатями, вот, а что вас ждет буквально на следующей неделе и на этой неделе, мы начинаем обучение для всех вас, это будут зумы, которые будут, не зумы, а вебинары, которые начнут проводить лидеры, ваши наставники, вышестоящие, у них тоже это будет первый опыт, поэтому, ребят, относимся к этому с пониманием, да, это тоже тяжело сделать первый раз, для многих из них будет первый раз, но они будут это делать, вот, потому что всему надо научиться, всему надо научиться, и если кто-то из вас хочет также проводить зумы, пожалуйста, напишите своему наставнику, я хочу, и мы вас поддержим, здесь нет места на смешкам и нет места обсуждению, потому что все мы пришли с нуля в свое время, и все мы начали учиться этому, и поэтому, друзья, завтра вас ждет очень шикарный вебинар, презентацию сделаем сегодня, да, кто еще не с нами, пожалуйста, приглашайте, приглашайте людей на старт, на предстарт, и не надо вдаваться там в подробности, в маркетинг, не надо, вот мы же, вот я не устаю повторять, в марте месяце, когда мы начали строить команду, у нас не было маркетинга, не было продукта, у нас уже не было ничего, 200 человек в марте пришло людей. Татьяна, вопрос можно? Да, сейчас может уже закончиться, да, конечно. Я по поводу таких заболеваний, как Альцгеймер и Паркинсон, есть какая-то информация вот по поводу воздействия на эти заболевания? Ну, чисто в помощь, чисто в помощь, естественно, они не вылечатся. За границей ежевик сейчас начинает использоваться и исследоваться в качестве лекарственных препаратов, именно направленных на приостановление. Вы же понимаете, Альцгеймер – это наследственное заболевание. Паркинсон – не наследственное заболевание, но наследственный фактор тоже присутствует. Это все понятно, но хотя бы блокировать. А? Блокировать. Развитие блокировать этих заболеваний. это не лекарственный продукт. Это продукт биохакинга, это БАДы. Мы можем... Ну, давайте так. Есть чат у Саши Филимонов. Пожалуйста, задавайте ему вопрос. Я не люблю вот как... Мы не врачи здесь. Какие... Мы не лечим. Мы не лечим. Альцгеймера невозможно вылечить. А вот приостановите помочь людям, поскольку у человека, который имеет болезнь Альцгеймера, у него есть дети, которые... Извините, наследственность, да, никто не отменял, которым можно помочь сейчас на ранних этапах. Но, опять же, мы не исключаем занятия спортом, развитие, да, обучение и так далее. Вот. Давайте, ребят, мы про продукты поговорим попозже. Хорошо, я сделаю презентацию отдельную. Сегодня у нас о компании, да? Вот. Поэтому давайте будем заканчивать. Мы не будем заниматься врачебной деятельностью. Мы не будем строить из себя врачей. Пожалуйста, давайте мы экологично строить свой бизнес. Не как в других компаниях, где я сталкиваюсь, что у нас лечат все. Я знаю, как это лечить. И только наша компания, только наш продукт. У нас хороший продукт, но не панацея от всех болезней. Но хороший продукт, очень хороший. Такого на рынке у нас нет. Вы уже, кто был на презентации у Саши, вы видите состав, пожалуйста, вы можете его посмотреть. Такого продукта нет. Вот. Но это не лекарственный препарат. Мы будем заниматься профилактикой и восстановлением своего организма и предотвращением заболеваний, продлением молодости. И я не люблю с того старения, а качественного взросления, да, с ясным умом, твердой памятью, с энергией, с желанием жить, развиваться. Ребята, кто на телефоне, я попрошу вас сделать маленькую запись экрана или скрин мне. Сделайте, пожалуйста, со всеми участниками. Я с компьютера не могу. Вот. Поэтому, друзья, если у вас...